Иностранцам очень нравится, когда с хорошим, с таким, с добрым посылом говорят, ой, слушай, как у вас интересно, а у нас по-другому. То есть не к тому, чтобы это, не то, что, смотрите, позиция такая, а вот у нас в стране принято, что мужчина за кофе платит. А вы говорите, о, как прикольно, смотри, там, вот мы в кафе пошли, девочка за себя заплатила, мальчик за себя заплатил, интересно, а у нас бы в такой ситуации мальчик бы заплатил. Очень, на самом деле, на самом деле, реально, что очень хорошо работает, я вот это опробовала на разных иностранцах, я говорила про наше 8 марта. Вы только подумайте, что такое наше 8 марта. Это, получается, со школы же начинается, что, я не знаю, вот мне, что нам мимозу нам дарили, да, потому что других цветов-то в Советском Союзе не было в марте. Вот, ну, каждая девочка получала там подарок, этот веник, веник мимозы. То есть это, в принципе, совершенно нормально, что мальчики девочкам хотя бы один раз в год даже в рамках класса скидываются деньгами для того, чтобы подоить эти цветочки. То есть у нас цветы выколачивать не надо, потому что они у нас в ментальном коде, в генетическом коде прописаны. А у немцев не прописаны. Вот, поэтому вам, ну, кроме тех, кто ходит ко мне на мои вебинары, к сожалению, меньшинство, а надо бы массово загонять, да, массовое обучение женихов. Вот, то есть у них это в генетическом коде не прописано, поэтому, соответственно, вам про цветочки и все остальное, подарочки, надо будет объяснять каждому кавалеру индивидуально. Спасибо.